всем привет господа и дамы надеюсь вы налили себе вкусного чая потому что я налил себе целую пинту обожаю так чай пить надолго хватает так вот сегодня мы с вами подведем итоги сезона обсудим мои косяки историю постройки декораций кораблей возьмем интервью у некоторых актеров и декораторов вот ну и я вам расскажу что же такое сюрп и что нас ждет готовы надеюсь у вас чаечек тоже налит если да тогда погнали и так сезон успешно завершился свою истину красивым финалом но он как и любая первая большая работа не без косяков если вы будете смотреть все серии от 1 до последний вы увидите как росло качество ракурсов диалогов и общей картинки многие кстати задаются вопросом что что мол звуки такие нестандартные типа это мод какой-то отвечу на вопрос так нет пацаны и девчонки это моя повернутость на красивом и звучание 90 процентов звуков было взято из игры star citizen нарезана там было записано порядка двух тире шести часов геймплея нарезана и аккуратно обернута под каждый шажочек каждый выстрел каждый полет корабля так чтобы это звучало прям шикарно шикарно не твой уровень дорогой вот поэтому аудио дизайн то есть саунд дизайн стал одной из незаметных но при этом главных фишек сериала я хотел чтобы инженеры зазвучали по особенному и они зазвучали девочек но мы с вами решили говорить о косяках поэтому первый самый главный косяк это дикция я над ней уже работаю и ко второму сезону она станет гораздо лучше но в первом сезоне моя дикция как для главного героя сериала была до иронии ужасной и ну персонаж был каким-то незапоминающимся у него не было своей фишки свои особенности а дикция это как раз может быть этой самой фишкой второе это сам звук я записываю этот подкаст с того же микрофона то есть вот с этого с которого писал весь сезон и следующему сезону я его поменяю мне хочется звучать красивее правильней интереснее но придет какое-то время поверьте будут видео и вы постепенно услышите о том как меняется сам звук про грамматическую ошибку в конце сезона где написано в прошлом прошлое в прошлом где на конце буква n да она стала забытым мемом но свое оправдание скажу лишь то что я монтировал домонтировал ролик чтобы выпустить его 14 на день всех влюбленных потому что хотел вас порадовать вот и я заканчивал его монтировать 6 утра но знаете когда наступает 6 утра а ты сидишь домонтирую чтобы выпустить ролик к 14 числу мозг пропускает всякие ошибки и это бывает вот я потом на следующее утро проснулся когда ролик был уже выложен на канале поэтому я чисто физически не смог ничего сделать ну и собственно еще один косяк который тоже малозаметный но люди замечали и указать его я не могу это разные скафандры дело в том то что у нас были разные группы дублеров и ну так получилось что у кого-то были делать и у кого-то их не было у кого-то был кастомный костюм у кого-то не было и в итоге пошла какая-то неразбериха суматоха непонятки во втором сезоне все будет естественно лучше исправлено ровнее вы сможете и за персонажем и его костюмами не парись вообще по поводу чаечек а сейчас мы возьмем интервью у одного из декораторов этого сезона это в хм он в наших узких кругах более известен как тортик привет тортик привет товарищ бубчик каково было работать над роверами для сериала какие были сложности на дроверами для сериала было работать довольно таки интересно я открыл для себя много новых вариаций в дизайне познакомился с некоторыми интересными скриптами и плагинами сложности до были но они не сильно серьезные заключались по сути только немного размытых формулировка для тех заданий ты также отвечаешь за стартовую технику сервера как идет работа над ней и что осталось сделать и осталось всего один ровер проблем с ней особо никаких нету единственное что было дань довольно таки непривычно работать с модами я в таком деле не не самый крутой чувак спасибо за честный ответ есть что от себя добавить или может рассказать инсайд вкинуть буду очень благодарен если товарищ бубчик разместит ссылочку на мой воркшоп разместит конечно господа ссылочка на воркшоп тортика как и все остальные важные ссылочки находятся в описании под роликом ладно давай мы пойдем дальше удачу всем удачи приятного просмотра и далее мы плавно перемещаемся кораблям в серии до мелкого феникса мк4 я построил сам вам же интересны большие бубы верно давайте спросим этих нашего декоратора шока и да и у них читается именно так я не знаю почему это шик ску ой сами если захотите спросите он будет на сервере играть привет ярик поздоровайся со зрителями ради приличия и расскажи о себе что-нибудь я думаю ты справишься при этом привет зрители я тот самый токсичный урод который строил большие корабли металл спейс порты декорации для него я буду рад ответить на твои вопросы ну давай начнем с афелия как ты его строил и почему за основу был взять именно тавра именно iron sky 2 в чем причина афелий у него долгая история это один из моих первых кораблей в игре который меня попросили построили спин-оффа space films в качестве главного героя но как видишь спин-оффа нет а чертеж простой вот и нашлось ему применение в сериале минотавр не подходил в рамки адекватного корабля здесь сериала он слишком огромен стар и уродлив окей а как тебе химера и ее переделка в жизнеспособное состояние я слышал ты с ней чуть-чуть помучился давай без химера пожалуйста пожалуйста она ужасна просто отвратительно я я ненавижу каждого кого был причастен к ее созданию это отвратительный ужасный старый уродливый кривой корабль не заслуживающий существование на этом белом свете ну я тоже в ее интерьер вложился потому что вдруг что я конечно на что и намекаю на ты как готов вообще помогать с декором по второму сезону для второго сезона я уже заготовил несколько кораблей для второго сезона еще появятся корабли обязательно может быть даже больше кораблей маппера на чем-то с тобой мы уже поработали это очень заманчивые штуки думаю зрителям очень понравится то что там появится потому что многие просили оригинальности прекратить давить на старые корабли известных нам ютуберов в целом да я готов и я в деле в целом ко второму сезону я надеюсь что успею подготовиться и куплю нормальный монитор потому что половину кораблей я не мог нормально достроить из-за того что он у меня выключался да это было основной проблемой для создания декораций в сериале ладно давай без спойлеров спасибо что ответил на вопросы а мы двигаемся дальше и кстати о маппере его корабли это отдельный вид искусства мы думали оставить их изначально ванильными какими они были в его сериале но да и хотели привести их нормальное состояние на самом деле чтобы глаз радовали хотя что я рассказываю давайте покажу он был одним из самых лучших а у кого девятку угоняют это вообще норма я такой засыпают каждый день просто и вреды я себе на алисе люблю этот ставить шум дождя или шум города города ставишь на 30 минуте тоже такая хуй а происходит и заходим мать я только усы засыпать начал верлон от этот трастер и в хвост воткнул боковые маневровые они в бафорс не будут херачить мне вообще у них там вроде бы один блок только дома впереди все нет у них как раз таки гигантским нет не надо таки здоровая на перейдят на 100 блоков это там ломается как говорится зачем теребить прошлое это мурчит опять мы перелом верлон пытается заманить я сейчас я могу это откатить не могу я запись включил если что потом блин тут будет просто бомбишка асаброна асмр мурчание в периода эксклюзив ты их среди вам будет как вернул бомбит у меня просто он опять там на кораблекса это сразу голубиная я сейчас приду к тебе носу елена головач в общем торчит так типа тут по-другому это не обыграешь но точнее если обыграть то это минус часть счета а ты клювом щелкой поменьше а там на ресурсы захоронили контейнер в окот тоже так корабли выкладывает прикольно кстати у него и расскажем в воркшопе он наполовину разбомблен и внутренка короче вся горит а серия появилась школьников да уже прибежала куча школьников почему у вас нет пятьсотки километровых кораблей в ваших видео они же выглядели бы намного эпичнее а почему вожди передизайн айронская выглядит в красном цвете нравится бирюзовый я не сижу ни в каких пабликах потому что мы так и так за судьба и сушки ну корабль даже стал по эпичнее как-то по мускулисьте надо или москву коры из маска вы про фреон или просто сейчас про фреон фронта до остальные то там ничего ну а замарили фейтфулс как бы но он без слез не взглянешь да не не устройство смотреть вернулся делаешь гравитации проблем работаю и признаюсь уже что делаешь если бы этот бойкатары будут заспаунил и вы бы стали его перестраивать то что это призна самым уродливым кораблом сервина вершина просто апогей моего моему для уж почетное звание да это было весело кстати полную версию этого ролика не на резкой там 20 минут трэша и угара у нас на бусте ссылочка в описании что же кораблях поговорили давайте перейдем к их владельцу долетел до тебя привет же как поживаешь привет вов привет зрители но я в принципе неплохо поживаю а ты как да я тоже замечательно думаю тебе прикольно осознавать что тебя помнят и любят спустя столько лет и приятно ли было вернуться к старой роли ну да действительно это прикольно да и самому бывает прикольно вспомнить свои былые творения а если о них еще кто-то помнит помимо меня то это вообще это прям душу греет я так скажу и действительно классно смотреть реакцию зрителей вот во время премьеры последней вашей серии я наблюдал за реакцией аудитории и действительно мне прям вот зашло то что люди действительно обо мне помнят любят это классно это реально классно как все знают меня не было на ю тубе наверное около двух лет может быть если не ошибаюсь и возвращение к этой роли для меня тоже далось с каким-то неким таким ностальгическим чувством но это было весьма весьма прикольно и даже как-то мотивирует на создание нового контента как аудитория восприняла измененные нами корабли видимо остались еще любители старого твоего канона вот кстати да об изменении моих кораблей многие наверное во время просмотра но потом немножко поразмыслив решил все-таки внести некоторые изменения чтобы не было прям полной параллели у зрителей и путаницы что типа почему мы перион в моем сериале такой тут он появляется совершенно в какой-то другой вселенной и чтобы как-то лучше разграничить так скажем эти вселенные мы решили вот изменить корабли и аудитория тоже специфически отреагировала на эти изменения и кому-то из зрителей эти измененные корабли даже глаз резали как говорится но это да это может говорить именно о том что остались действительно такие фанаты моего именно старого канона старого сериала и это действительно тоже мотивирует на то чтобы продолжить свое творчество можешь кстати рассказать о теории параллельной вселенной с твоей точки зрения а также про временную линию персонажа в первом сезоне моего сериала и почему собственно герои здесь лишь косвенно связаны с тем старым сериалом ну собственно да вот обоснованием этого так скажем разграничения наших вселенных стала вот некая теория параллельных вселенных которую я решил ввести в наши сериалы это вообще тема сейчас довольно таки популярная кинематографе вот там параллельные вселенные мульти вселенные там вот вся вот это лабуда и наши сериалы она тоже не обошла стороной собственно тот моперион которого мы видели в вашей серии это не тот моперион который собственно был в моем сериале но если вкратце вообще говорить то тот юджин который мы видели в сюрпе это версия юджина которая в свое время не смогла противостоять роуману если кто-то следил за моим сериалом то в курсе происходящего и в ходе той самой легендарной битвы с роуманом в этот раз юджин потерпел поражение но во все прям подробности этого действия вас посвящать не буду может быть на своем канале когда-то расскажу об этой истории но и самой финальной серии вы могли наблюдать некоторые отсылки к этим изменениям героев также и характер героя конечно же изменился тот же моперион стал еще более чсвшным таким надменным что ли главный результат что эти события очень тяжело отпечатались сознанием опериона и он действительно изменился как и собственно члены его команды поэтому те персонажи которых увидели финальной серии лишь только косвенно отсылают к моему основному сериалу а самый сериал но я по крайней мере очень на это надеюсь продолжить свое существование в том собственно старом каноне в котором все его помнят любят и ждут как и я не меньше вашего а какие три героя сериала понравились тебе но я думаю тут ответ очевиден конечно же юджин моперион также юджин моперион и конечно же юджин моперион да не на самом деле шучу я конечно но в каждой шутке есть доля шутки остальная правда ну ладно не суть первый персонаж которого я хотел бы отметить это наверное персонаж верлона он такой мне показался довольно яркий запоминающийся конечно немножко грубовато и некультурные местами но в принципе это и нужно как я понимаю формате конкретно этого сериала хоть как я понимаю этот персонаж не совсем относится к вселенной сюрпа скорее больше персонаж с канала феникса но все равно сериале он присутствует поэтому я хотел бы его обязательно отметить а следующим хорошо запомнившимся мне персонажем я бы наверное хотел отметить того самого аквинского охранника даймона синча да вот этот вот это даймон синч как то так хоть и у этого персонажа была тоже такая эпизодическая роль мелкая и персонаж это все-таки больше отрицательный но почему-то он мне въелся так в память и показался довольно таки интересным печальная конечно участь его настигла но все же персонаж классный ну а третьим персонажем я наверное выделил бы ведущая телеканала кланк тиви помню она появлялась в одном из эпизодов посещала эту пустынную планету и делала обзор на ее местных обитателей ну и сама идея с появлением этого персонажа довольно такая оригинальная в общем этот персонаж он тоже хоть и появлялся всего один раз но почему-то он мне очень запомнился еще в той сцене был момент с появлением местного обитателя как раз таки который бежал на телекамеру с криками за монолит вот это тоже персонаж такой требующий отдельного упоминания но нужно было назвать трех персонажей это уже четвертый поэтому он в наш топ не попадает окей будешь ли участвовать во втором сезоне если позову ну вполне вполне не исключаю такую вероятность не обязательно этом буду играть мопериона но кого-то сыграть наверное смогу ну вообще ты же сам знаешь так мы взрослые люди умеем не спойлерить я побежал а тебе вижу тут еще много чего сделать надо вселенная явно запуталась ну окей ну спасибо за интервью такой интересный экспириенс мне сегодня предоставился и как это говорится на моем канале всем удачи и всем пока ну вот и поговорили не буду разводить кучу воды погнали дальше феникс к сожалению сегодня без фини ребят у него настолько много работы что я откладывал ролик на неделю ожидая его но у него все равно не нашлось времени на запись интервью вот вам пара скринов из нашего диалога просто поддержите парня ему сейчас и без этого нелегко но зато мы поговорим о приклад раз но зато мы поговорим о прекрасной половине нашего сериала женских ролях заранее спойлер ну вам что во втором сезоне кое-какая леди станет одним из главных героев будущей команды но сейчас о первом сезоне девочки под никами кибергер и айша озвучили финальной серии спутницу одного из антагонистов герб зомер и соответственно жену оператора спейспорта но главная роль достала с ним варвара чехс между прочим актриса театра озвучивала корреспондента мария тооки в 3 серии а также мать даже ребенка по флэшбеках камиказы в 4 серии мы можем с ней поговорить привет варюх как твою ничего расскажи зрителям чуть-чуть о себе привет у меня все супер я сейчас много путешествую сама я актриса театра и кино и учусь театральном институте хорошо вышло а как тебе опыт участия в настолько необычном жанре озвучки хотя вопрос скорее даже об игре как тебе она тебе вообще нравится тема космоса для меня участие в подобном жанре озвучки было чем-то новеньким потому что я пробовала себя только в дубляже и в войс овере это когда озвучиваешь сериалы несколькими голосами прямо подряд поэтому не было достаточно просто озвучить и ребенка и его мать одним тейком одним дублем игра интересная я в нее еще не играла а вот тема космоса всегда меня привлекала я много про нее читала и смотрела всяких видосиков на ютубе интересно я тут кстати знаю что вы с мужем взяли себе новый xbox и если позову попробуешь нам поиграть в эту игру на сервере наши ребята конечно же тебе все объяснят так что не запутайся у нас есть ребята с xbox а я думаю это был бы интересный экспириенс для меня ну супер тогда мы идем дальше а тебе хорошего вечера спасибо пока пока вижу у вас накопилось достаточно вопросов о том что же из себя представляет сюрп и почему мы его читаем как сюрп хотя правильнее бы было сюрп давайте по порядку сюрп это с английского аббревиатура от space universe role play 17 лет мы джаб интервью сют он мне еще он есть просто спанты remember то есть да подвязка к роллплею неспроста сюрп это rp сервер изначально которому кстати 11 февраля стукнуло два годика и я даже по этому поводу слепила ролик и вы его сейчас увидеть и 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 До сего момента сервер развивался не особо сильно, то есть не какими-то семимильными шагами, но зато в нем сложилась очень крепкая комьюнити, которая умеет в отыгрыш и без проблем помогает новичкам освоиться и влиться в атмосферу этого отыгрыша. А также огромный лор на целую вселенную. Сезон, который запускается сейчас, восьмой по счету, только вдумайтесь в это. А сериал, кстати, является приквелом к этому сезону и рассказывает о событиях за пять лет до его старта. Но если прям углубиться в историю лора, событие сериала, который вам зашел, происходит через сто лет после событий второго сезона сервера и за 55 лет до четвертого сезона сервера. Да, у нас все очень запутано, прям как в Звездных Войнах или Терминаторе. Хер знает, что за чем идет. Если рассказывать вам весь лор, это отдельная серия роликов, можете написать в комментариях, хотели бы вы видеть такое. Возможно, как-нибудь соображу для вас подобное. Ну так вот о сервере. В течение недели я выпущу трейлер, в котором будет ссылка на сервер в Дискорде. А также будет объявлено начале приема Квент. Квента, это если что, типа история вашего персонажа. И дальше, в день старта, сделаю еще один маленький тизер, чтобы вы поняли, что сегодня-завтра сервер запускается официально и начинается отыгрыш. Сеттинг будет, как можно догадаться, чем-то средним между Татуина из Звездных Войн и Арракиса из Дюны. Мы просто хотим показать, что в инженерах можно не только бесконечно копаться в земле, но и что-то еще. Естественно, мы подготовили для игроков целую сюжетную ветку с разными вариантами ее развития. Кучу невероятно интересных, а порой и рисковых построек, которые можно будет найти на сервере. То бишь, это можно сказать данжи. Ну и, естественно, мы сделали живую экономику, без которой выжить на сервере будет трудно. Она, если что, не привязана к донатам, то есть, никак, то есть, жить без донатов можно. Кстати, по поводу фишек сервера. Давайте спросим о них нашего мододела. Господа, интервью со скатом вышло больше, чем на 10 минут. Если кому-то интересно послушать все интервью, я выложил его в полностью бесплатном доступе на Boosty. Здесь же, чтобы вас не задерживать и не мучить, я постараюсь сжать его максимально и выдать вам максимально ту информацию, которая нужна. Продолжаем ролик. Привет, скат. Давай с тобой без разгонов расскажи про все плюшки и особенности того, что у нас будет на сервере в плане модов и занятий. Здорово, Бовчик. Ну, смотри. Ситуация такова, что игроки должны страдать. Каждую секунду своей жизни сожалеть о том, что они родились на джабу. Если говорить чуть серьезнее и конкретнее, то сеттинг игры, который хотим получить, должен заставлять игроков в первую очередь думать и прочувствовать свою роль. Игра должна быть сложной. Это все-таки пустыня, хаос, коллапс. Если говорить конкретнее про системы, моды и так далее, то, учитывая, что у нас кроссплей, приходится уходить от скриптовых модов по максимуму. Стараться делать это как-то с ванильных механик, но чтобы работало как оно надо. Сейчас основная задача у нас состоит закончить все игры с топливом. Это дорисовать движки, прописать конфиги, все это сбалансировать, настроить, добавить эффектов прикольных. Пацаны просили, накидали разных двигателей. Оружейка. Стараемся максимально разнообразить, причем не чтобы ты бегал по пустыне с голой жопой и за здоровенным миниганом. Нет, ты будешь бегать с трех стволов, с трех линейкой. То есть оружие будет разное. Начинать будем все на простых обрезах дедовых, на пистолетах, старых каких-то пулеметов. И впоследствии, вследствие данжей, сюжетки, торгашей, разумеется, будут игроки уже переходить к чему-то более сложному, совершенному. То есть там идет прям градация оружия. Про сюжетки пока карты раскрывать не буду, хочу, чтобы у вас горело. Но скажу так, если мне хватит сил, времени и жжи вейпе, то я постараюсь сделать максимально суровую, тяжелую сюжетку, решение которой будет напрямую влиять на планету в целом. Потому что открылись недавно такие возможности, позволяющие прямо во время сервера в некотором роде менять что климат, что терраформирование, не используя воксельные кисти. И дай боже, мне хватит сил, все это будет. Сейчас ребята у нас пилят данжи и начинаем делать свой мес. Это одна из самых интересных и прикольных задач, которая стоит перед нами во время создания этого сервера. Еду, к сожалению, не удалось реализовать именно в том плане, который хотелось, но она будет скорее уже чисто рпшная, без программной подвязки, то что игрок обязан жрать. Прикольно. А ты уверен, что справишься с этим за оставшееся время? Ха-ха-ха. Время. Время это слишком ценный ресурс, даже ценнее, чем дайтери на джабу. На самом деле, периодически есть такая подгорающая корка на седалище, потому что мода, к сожалению, не умеет делать из всего нашего обширного комьюнити 2-3 человека. Увы, не хватает моделлеров, увы, не хватает скриптеров хороших. Так, безусловно, если будут парни, которые хотят помочь, хотят потом в это играть, я буду сердечно рад, всех жду, стартанем и будем жрать песок на сервере. С вами был Скат. Всем удачи, всем добро. Окей, я тебя услышал. Помогу, чем смогу. Ребят, я оставлю ссылочку на дискорд Ската в описании. Если я желающий помочь, будем очень благодарны. Также я сам сейчас в поисках мододела по костюмам в инженерах. Я хочу сделать для второго сезона нечто оригинальное. Помогите найти такого, если знаете. Прям тоже буду благодарен. А мы продолжаем о наболевшем. Будут ли на сервере донаты? Да. До этого их не было, но мне надоело два года содержать его со своих средств. Плюс, игроков в этот раз будет значительно больше, а значит и нагрузки на железо станет больше. Но донаты, это строго по желанию. Без них развитие будет просто дольше, но вам же интереснее. В конце концов, мы не Ubisoft. А если вы хотите просто поддержать сервер, у меня на бусте есть отдельная сносочка. Вот, показываю. В которую вы можете вкинуть столько, сколько считаете нужным. Не выпрашиваю, но оповещаю, что вы можете поддержать сервер и чуть-чуть облегчить мне жизнь. Итак, ребятки, по поводу вакода. Я знаю и представляю его ситуацию, заложника роли. И понимаю, почему он до сих пор так закрыт от сообщества. В том числе и от канала, и от вас. Вы можете быть бесконечно благодарны ему за детство, но давайте не надо бомбить его в соцсетях вопросами о том, когда инжи. Он к ним не вернется, это стопроцентная информация. Для него это пройденный этап жизни. Он взрослый человек, мой ровесник, кстати, со своими интересами и целями, которые явно отличаются от ваших ожиданий. Для меня данный канал, как и РП-сервер, это в первую очередь хобби на данный момент, за которым я провожу свободное время, экспериментируя с форматами, подачей, сценаристикой и так далее. Для него это тоже было хобби, но людям свойственно меняться, поймите это, пожалуйста. Да, возможно, он еще появится в будущих сезонах, как эпизодических персонаж у меня. Я сто процентов буду использовать это как рекламный ход, потому что вне канала я маркетолог, и выйти на аудиторию для меня челлендж. Потому что если он смог, мне тоже ничего не мешает. И я вам это говорю честно, но это не значит, что он тут же вернется к каналу, забыв про работу, жену, новые увлечения и ситуацию в стране, начнет вам допиливать тот самый девятый сезон. Ему это незачем. Приведу пример. Слышали про такого человека, как Дэниел Рэдклифф? 20% из вас даже не вспомнят, кто это такой. Ну, может, слышали где-то имя. Еще 40% вспомнят, что как раз где-то слышали имя. Оно и понятно, вы не знаете личность актера, никто вас за это не осуждает. А что, если я вам скажу, что это актер Гарри Поттера? Да-да, ты, конечно, так и знал. На языке вертелось, да? Не суть. Вот он, тоже заложник персонажа. Встретите его на улице, вы на автомате обратитесь к нему как к Гарри Поттеру, а не как к Дэну. А его это каждый раз сдевает. Он даже открещивался от этой роли какое-то время назад, тупо потому что задолбало. Смекаете? Я это к тому, что если вы так любите Вакота, просто отпустите его, дайте человеку пожить спокойно. Он же человек. И чем дальше вы ему об этом напоминаете, тем дальше он от вас. Надеюсь, вы меня услышали. Поверьте, честнее меня, вам никто не скажет. Камаль. Я знаю, что ты это смотришь. Чин-чин. Чаечек. Каноны надо соблюдать. Инженеры и разговоры о них только под чай. Так, вернемся к контенту. Во-первых, про второй сезон. Он будет. Даже более того, уже расписан план на 6 серий. А всего их будет от 8 до 10. В зависимости от того, как напишу. Когда он выйдет? Для этого я вам сначала расскажу, что будет происходить на этом канале далее. Просто для понимания и общей картины. После этого ролика в течение недели выйдет трейлер сервера. А потом легкий тизер. Прямо перед самым стартом. В любом случае, дату релиза вы узнаете. Ну, релиза сервера. На этом сервере я буду снимать сезон Сюрп Лайф. Там будет поменьше монтажа. Но зато это будет самый необычный взгляд на выживач, который только может быть. Потому что он на РП сервере. С полным погружением. Это, кстати, ответ на то, как можно будет засветиться в сериях. Причем, не только в моих. Так как у нас также целый сезон будут снимать фреши. Но учитывайте, пожалуйста, что тех, кто будет вести себя навязчиво выходить из роли, лишь бы спросить что-то по ютубу, мы вставлять в ролики не будем. Ибо поснимаем красивый роллплей, а не викторину от аудитории. Да и вам самим бы вряд ли такое понравилось смотреть. За один вечер отыгрыша я буду снимать на два дня. Таким образом, отсняв два месяца и заранее улетев в поисках приключений, у меня будет еще два месяца, не торопясь отснять все серии второго сезона, смонтировать так, чтобы к концу Сюрп Лайф вождал полностью готовый сезон, который не пришлось бы ждать по две недели между сериями, а выходило по серии в недельку. Так, чтобы вам было прям хорошо и вкусно. Также у меня есть мысли поснимать для вас обзоры кораблей, построек, в том числе, кстати, моих, или кораблей сериала. Ну и провести как минимум три строительных стрима с постройкой корабля на второй сезон. Как вам такая идея? Напишите в комментариях, какие рубрики по инженерам еще вы бы хотели видеть, и что вам понравилось из того, что я предложил? А сейчас, ради разбавки атмосферы, мы расспросим еще одного участника сериала. Итак, привет, Ши. Как тебе твой первый опыт в съемках? И сразу на почти главной роли? Ну, это был, вправду, мой первый опыт в каких-либо съемках. Там, театральный кружок у меня просто еще в школе был, там я играл. Волк или там зайчик играл, было дело у меня. Вот. Опыт в съемках инжей довольно интересный вообще, то есть он предполагает всегда то, что может что-то произойти одновременно смешно и одновременно грустно, потому что это портит съемки. Опыт на главной роли, это, ну, почти главная роль, но скажу так, она скорее второстепенная роль. Почему? Потому что главная роль, то есть она из каждой серии, ты как-то играешь, а тут как бы она так. Появлялась иногда и то на пару реплик, так что. Ну, так-то, в принципе, мне понравилось. Довольно интересный опыт. Ага. Интересненько. У меня этот опыт тоже первый, по сути, так что понимаю тебя. Ты же на серпе почти год играешь, да? Расскажи о своем опыте отыгрыша и о том, как ты попал к нам в первый раз. Возможно, это поможет понять тем, кто только хочет попробовать РП в инженерах, что тут все не так страшно и даже интересно. Что там за буки? Не суть. Как я попал в отыгрыш? Ну как, ну, как я попал вообще на серп? Я листал паблик в ВК, так как я был подписан там на всякие инженерные паблики, я просто в один момент видел типа серп, РП сервер, все дела. Я, на самом деле, да еще давным-давно его, короче, увидел. Но тогда подумал, что, ну, ладно, еще я и мелкий слишком там. Вот. И решил подождать. И вот в прошлом году такой зашел, смотрю, все еще жив. Я такой, нифига себе. Подал квенту, написал там. В принципе, самое страшное, наверное, было написать про это вот вступительное нечто. Но так это не сильно страшно, это так приятненько. То есть там приходишь, тебе там, дароль, квенту пишешь, все описываешь, все. И попадаешь. Вот. Ну, вот в самом РП участвовать. Это очень интересно. Это очень приятно. Это очень весело, потому что всегда происходят забавные ситуации. Вот. И очень прикольно. Вообще-то ребята еще прикольно. Там мы войну развязали, нас уничтожили. Но не суть, нет. У меня персонаж остался где-то там в жопе мира. Полужив, полумертв. Ну вот. Спасибо. Это было круто вспомнить. Ты сейчас чаем? Да. Ну, и тоже назови трех любимых персонажей. Почему они? Наверное, это был Механик у Феникса. Вот он вообще прикольный. Я вообще орал жестко. Профессор будет, потому что он... Ну, он прикольный. Он какой-то, короче, немецкий такой злоученый. Типа такой... А здесь фантастик, здесь будет. Вот. И... Наверное, 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 и мой персонаж, потому что я его озвучиваю. Ну все. Спасибо, Ши. Хорошего тебе вечера. Спасибо за вопросы, спасибо за ответы. Всем счастья, здоровья, печеник, тепла, уюта. И все. Давайте, удачи. Кстати, о других играх. У меня есть мысли поснимать для вас Star Citizen, плюс у меня X4 Foundation на полке Стима Полиции. Возможно, я бы даже для вас записал Форзу или что-нибудь по гонкам. Да даже тот же Atomic Heart бы с удовольствием записал. А о Звездном Гражданине я бы даже попробовал замахнуться на сериал, но это будет невероятно сложно. В 10 раз сложнее, чем снимать что-то в Инженерах. И... да, тянет меня прям, видимо, на всякую богованную космическую херню. В общем, поживем-увидим. Пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть на канале. А также, что нравится из моих идей, на самые интересные комментарии я обязательно отвечу. Ну и в конце про бусте. Да ты заебал. Вот эти ребята под никами MinimaxInt и Apostle76 стали моими первыми бустерами. А еще, как я понял, они идут на сервак. Они его ждут. Причем, Apostle играл у нас на сервере какое-то время до этого, на прошлых сезонах. Поэтому, парни, сегодня без рамочки, но зато выделил под вас кусочек ролика. Так что вот так, господа и дамы, моя пинта почти закончилась. И на этом я с вами прощаюсь, но не на совсем. Скоро увидимся на джабу. Пока. Записывать это в 7 утра, это, конечно, гениально. Субтитры сделал DimaTorzok